Теперь гордецы молчат, они боятся меня, как буйство стихии, несущее разрушение и смерть, ведь я Наполеон. Олег Валерьевич, добрый день. Добрый день. А в чем сегодня? Что я должен сказать? Я, честно говоря, не знал, что люди бывают такими. В моей жизни, мне, вы считаете, уже не 20 лет, чуть-чуть больше, я с какими только негодяями сталкивался и с какими только проблемами. Я такого говна не видел в сортире, когда я сидел и прятался в Чернобыле, чтобы туда не поехать. И результаты судебного разбирательства, они представлены. Как дешевка О. Соколов совершил плагиат? Закуска перед новым итоговым разоблачением. Итак, признать соответствующими действительности сведения о том, что О. Соколов своровал концепцию Панасенкова Е.Н. в книжке «Аустерлиц» 2006 года. Большую, если не всю часть ответственности несет О. Соколов первый. Признать соответствующими действительности сведения о том, что Соколов О. Украл текст из книги, монографии Панасенкова Е.Н. Что в книжке «Холлоса» колола «Аустер» 2006 года. Ты Хельман за руку, как дешевка. Ты дешевый югор и главная лжец. Дешевка. Ты дешевый подъезд. Ты дешевка. Я все, я блистательный, восхитительный, потрясающий. И жалкие эти людишки. Подонки и негодяи. Это были подонки и негодяи. Пытались посеять между мной и моим руководством, но вбить Клинт, так сказать, не вышло. Не вышло. И я вот очень благодарен, Владимир Юрьевич, за то, что вам предоставили такую трибуну. Вам спасибо, Олег Валерьевич. Неизменно. Отличные рассказы. Спасибо большое. Успехов вам на историческом поле. Хорошо. Все можем, всегда поможем. Спасибо. Спасибо. Александр уже с 1802 года в инструкциях послал. Называет Францию врагом. Не соперником, а врагом. В 1802 году. Это никто не может объяснить так. Почему она враг в 1802 году? Почему она враг в 1802 году? Он уже пишет инструкцию, как надо готовить войну с врагом. В 1802-1803 году. Когда ничто, ни один французский солдат еще даже мысли не воображал, что каким-то образом можно идти здесь. Александр уже готовится войну. Вы говорите, я слышу, что нет. Потому что никто не хотел враговать другу Александра. Никто. Ни русской армии, ни австрийской. Никто не... Ты пойман за руку, как девчонка. Ты дешевый бур. Между скандальным каскадером, певцом и веселой прост... Ты была проститутка или мошенница? Вообще, да, извините, я затронул, обидел. Извините, нет. А также... ...посправедливости. Видите ли, справедливый мир, это нормальный мир. Владимир Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Кучков. Я вас категорически приветствую. Мы будем тренировать от ответчика, который проиграл судебный процесс. Проиграл, да-да, триумфально проиграл. Женечка проиграл процесс. Устали видеть ремонтирующий, что в эпоху Хваленкова. Хваленкова, ее голова восклицать была и готова. Смотрела мать Тереза. Хотела стрелять из обреза. Об этом... ...человеке... Это просто ниже достоинства... ...как взял стрелять из обреза. Это просто, давайте... ...смотрел твой отец. ...как взял стрелять из обреза. Какой-то длинной фантазии совершенно... ...извращенной с ним фантазией происходило. Гейбатрон! 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 Расписывали мою парадную оскорбительную всякими вещами. Дальше сам Панасенко приходил в эту парадную. Засовывал в почтовые ящики моих соседей оскорбительные листовки. Они пытались сломать мою почту. Гейбатрон! Он не выпил! Гейбатрон! А потом поднялся, насомал и обоссался прямо тут же. И сказал так... Это просто! Сказать... Разрезать, почищать... ...а вот попробуй. Это всё равно как сказать. Думаю, воттак, проводится так и так. Вот ты подойди к нему дядьке, а ты подойди к нему, ты можешь сделать. А какой солдат? Да, вот так… Естественно, солдаты из давно сколько ни ели не пили. Тут вырвались в богатые деревья, ну естественно, они стали плакать дневники и шарить, само собой, солдаты и солдаты просто. Я их приводил в свой прекрасный дом Их вином поили, развлекались мы потом Иногда у них легкий был звук От прикосновений к нежнейшей крепких рук Я часто вижу страх в смотрящих на меня глазах Им суждено уснуть в моих стенах Застыть в моих мирах Но счастливо Ты пойман за руку Пускай те, кто расписывал мою параду и подадут сюда Да, подонки и негодяи Это были подонки и негодяи Расписывали мою параду и оскорбительную всякими вещами Должен быть просто-напросто оправдан А кровь, кровь этой девушки Она уже, извините меня, вот на этих товарищах Организовал тут травм Меня там даже не было Что? Меня не было в зале В таком случае, где вы были? Вы свидетель, а не прокурор Вопросы задаю я В таком случае, где вы были? В туалете